По всей России проходят линейки, на которых для школьников звенит последний звонок. В этом году 15-й Люберецкий лицей выпускает 47 11-ти классников. Поздравить ребят с окончанием школы приехала депутат Государственной Думы Лидия Антонова. 11-й А и 11-й Б, лицея номер 15 города Люберца, выпускает в этом году два класса. По пути к актовому залу, где ребята услышат свой последний звонок, висят памятные фотографии. Вот они, малыши-первоклассники, а вот они, взрослые, юноши и девушки. Алина Абдулина заканчивает Б-класс и о грядущем расставании со школы рассказывает с дрожью в голосе. Даже на репетициях уже многие плакали, когда говорили слова, репетировали слова учителям, родителям. Уже все растрогались и уже понимали, что больше так вместе, в принципе, возможно, никогда не соберемся. Выпускники подготовили юмористическое представление для родителей и учителей. Всплеск оваций вызвал рэп-баттл между МС-гуманитарием и МС-соцэкономом. Это профили двух выпускных классов. Мы и так захватили весь мир, мы культурный агрессор. Чехов, сняв со стены ружье, сказал, я театральная классика. Достоевский махнул топором и заставил весь мир читать себя. Лидия Антонова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, специально приехала, чтобы поздравить выпускников. Это день, когда школа говорит вам «до свидания», когда начинается долгая дорога вперед, дорога уходит вдаль. Трогательные слова, школьные песни, стихи и поздравления. Сдержать эмоции удается едва. Глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий отметил, что день последнего звонка – один из важнейших в жизни каждого. Есть некие моменты в жизни любого человека, которые остаются в памяти на всю жизнь. Поэтому, ребята, конечно же, сегодняшнее событие, оно, в принципе, для вас на всю жизнь останется в памяти, в ваших сердцах. Место 11-ти классников в школе занимают 10-е классы. Теперь они самые старшие в школе. Каких перемен в образовании им ждать, рассказала Лидия Антонова. У нас определена стратегия. Это указ, майский указ нового президента, в котором образованию, науке, культуре отведено очень большое место. И в этом указе вновь, даже, я считаю, более ярко, чем в предыдущих указах, подчеркнуто, что цель нашей работы – это благополучие россиян. Отмечу, школы, гимназии и лицеи Люберецкого округа выпустили в этом году 1274 11-ти классника.